Привет, дорогие друзья! Для того, чтобы понять это видео, вполне возможно, надо посмотреть предыдущую или хотя бы его концовку. Смотрите, тут проблема на самом деле шире, тут проблема колоссальная, потому что близятся выборы. И во власть мечтают пройти разные люди, чье мнение, скажем мягко, меняется в зависимости от конъюнктуры и от нахождения тела, скажем так. Я вам объясню, что я имею в виду. Вчера у меня вышло недоразумение с неким украинским экспертом Олегом Волошиным. Олег Волошин, я с удивлением, это вчера же и даже сегодня уже узнал, является человеком, почитаемым определенной публикой. Эта публика, мягко говоря, такая, знаете, оппозиционная, грубо говоря, немножечко все-таки пророссийская. Или выступающая вот за дружбу народов, все такое. И при этом Олег Волошин любит, я смотрю, заклеймить кого-то в том, что тот кремлевский, работает за деньги Кремля. Ну вот такая вот риторика. Никогда не знаешь, откуда прикатит удача. Вот великий борец с негативным западным влиянием в Украине, живущий при этом в Гааге. Сразу же ложь, я никогда не боролся ни с каким западным влиянием. Бесстрашный обличитель недостатков нашей страны, опять же таки безопасно обличающий из гейропы. Ну, в общем, тут набор штампов, натуральных штампов, гейропа, то есть там борец с западным влиянием и все такое. И он написал, 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 опять-таки оболгал. И этот его статус безумно понравился Владимиру Амелиану, министру инфраструктуры. Ого, теперь я запутался. Вот это хорошо, Олег. Любая критика от шариев, значит, хорошее дело делаешь для Украины. В общем, это видео для тех людей, которые не умеют смотреть чуть глубже. Это видео для тех людей, которые готовы в будущем голосовать за Флюгера. Там человек в майке алкоголички, который сидит там, абсолютно у него там 3 рубля за душой, но ему закурило обидно. И в Охотском море острова он отдавать никому не хочет. Вот этот персонаж, он очень важен для Путина. Этот персонаж сегодня убежден, что в Украине существует ситуация гражданской войны. Я вам сейчас покажу, что такое немножечко корректировать свое мнение. Причем разлет будет не в 10 лет. Господа, задумайтесь. Этих людей зачастую вы приводите во власть. Итак, россиянин в майке алкоголички. Это электорат Путина, который очень важен ему. Уверен, что в Украине гражданская война. К сожалению, огромная часть общества с той стороны ведется на это. То есть я пытаюсь там найти даже своими некорминистами буквально друзьями многолетними. Я говорю, ребята, вы же сейчас уже не с Россией боретесь, а с собственными согражданами боретесь. Вот такая вот история. Вчера некоторые граждане рукоплескали тому, как политолог этот заткнул за пояс некого российского либерала. Давайте посмотрим. Но вы же не можете отрицать, что Америка целенаправленно действует против российских интересов. Если вы, конечно, патриот России, желаете, чтобы Россия была явно, ну как минимум не слабее Америки. Это нормально. Желать в собственной стране быть сильнее в геополитическом противостоянии. Нет, подождите. Давайте говорить прямо. Кроме оружия у России нет ничего. На сегодняшний день Великобритания страна более богатая, чем Россия. Какая разница богатая? Нет, а кроме оружия, что есть у России, чтобы угрожать Западу? Ну, слушайте, ну смешно. Российский либерал на выезде начинает говорить о российских жуликах и ворах, но политолог его срезает. А чем Штаты занимаются в мире? Российские преступники, жулики и воры, которые засели в Кремле... Хорошо, а чем занимаются Соединенные Штаты в мире тогда, скажите? Из Китая у них нет. Значит, в Соединенных Штатах в мире есть некая определенная роль, которая соответствует объему американской экономики прежде всего. Смешно вроде бы, да? Глупость какую-то сморозил. Но... Экономически у них ситуация лучше, чем в России. Идет подъем, идет рост экономики Штатов, идет возобновление еврозоны. В России, наоборот, все валится. То есть и так далее. То есть у меня ощущение, что Путин реально схватился за момент. Потому что американцы, выводящие войска из Афганистана, из Ирака, поднимающие экономику благодаря сланцевой революции, избавившуюся от зависимости от Ближнего Востока. И вообще сегодня они спокойно смотрят на то, что происходит в Египте. Да плевать. Даже на Сирию. Ну не то же плевать, лишь бы Израиль не уничтожили. Так как американцы все, своей экономикой заняты. Войска отзывают. В чужие страны не лезут. Если бы в России правил, вменяемый президент, и Россия была бы демократической страной, она бы успешно сотрудничала с любыми странами, в том числе и с Америкой. Да, то есть подняла лапки перед Соединенными Штатами. Но весь мир, весь мир. Ну вот это должно было понравиться россиянам. И про российские настроенные аудитории. Россия что должна поднять лапки перед Штатами. Ну а до этого Эйдман говорит, что в России неадекватный режим. Я считаю, что сегодня, вот именно сегодня, с Россией говорите нема про что. Потому что, очевидно, я даже в очень лояльных до России людей за последний час, слышал, что Кремль в значную меру втратил адекватность сегодня. И все, что делает сегодня Путин, это попытка, действительно, как вы тут произвели, досягти такого себе нового Иловайска. Вот Эйдман вчера рассказывал, что Соединенные Штаты, в отличие от России, никуда не лезут. Так, Соединенные Штаты, в отличие от России, да, они не анонсировали за последние, по крайней мере, десятилетия, или даже за последний век, да, чьих-то территорий. Они не занимаются международным терроризмом, не травят. Ну, политолог Волошин с ним согласен. Потому что это Россия вставляет палки в колеса мирным начинанием Штатов в разных странах. Они вселяко вставляют палки в колеса американцам в Иране, в Сирии. За что бьется Россия? Россия бьется за ревное место за столом клуба великих держав. Вставляет палки в колеса Соединенным Штатам Америки. Не получается у России быть главным другом, так она хочет быть хоть главным врагом. Еще раз, по этому поводу, кстати, не могу не сказать. Кандидат в президенты США Мит Ромни очень польстил в свое время, я помню, когда сказал, что Россия наш главный враг. Потому что Россия психологически хочет быть главным, где-то очень значимой. То есть, если не получается быть главным союзником Америки, но американцы, очевидно, говорят, не ребят, ну вы недоросли там, то вы главным врагом. Вот это тоже должно понравиться пророссийским зрителям. И он знает, на какой аудитории он работает. Возможно, отрицать и насилие против мирных жителей граждан Украины, со стороны других граждан Украины, которые воевали в националистических батальонах. Эти факты подтверждены докладом ООН. Слушайте, я думаю, что у него просто возможно раздвоение личности. Путин, этот персонаж, сегодня убежден, что в Украине существует ситуация гражданской войны. Что на юго-восток рвутся банды бандеровцев. И юго-восток вынужден самозащищаться. А так как, естественно, против оголтелых бандеровцев, которые свергли целого президента Януковича, противостоять там, грубо говоря, брусчаткой невозможно, булыжниками, для этого только добрая Россия должна прийти и захватить. Тогда гражданской войны не было, да? Ну, тогда зато были чеченские, как там, отбросы. Он даже проблему Певничного Кавказа вирішивает за наш рахунок. Ссылает до нас всех там покидьев, которые там, это не Кадирьевси, до речи, мы уже про это говорили, воюют. Кадирьевси как раз доброприлаштованы, мают гарный заработок и гарную зарплату. А есть все другие незадоволенные в Чечне, которые могли бы организовать внутреннюю оппозицию Кадирова. Они воюют у нас. Путин, оказывается, сливал через Донбасс, ну, утилизировал, можно так сказать, всяких подонков с Кавказа, которые могли начать там мутить воду. Вообще идеально, мне кажется. Такая гипотеза супер. Я был на Майдане, знаешь, ситуация намного сложнее. А при чем здесь теория заговора и Соединенные Штаты? Да, потому что если Соединенные Штаты не влезали в нашу внутреннюю политику, у нас бы, может быть, и Майдана бы не было. И с этого все началось. Давайте не будем себя обманывать. Ой, это тоже очень понравилось. Определенная категория населения. Я читаю комментарии. Молодец, конечно. Ну да. А вот это он? Если бы американцы действительно за всем этим стояли, они же, извините, не глупее русских, так уж точно. И разведка у них тоже не хуже. Значит, соответственно, 6-й флот уже должен был быть в Черном море сейчас. Здесь должны были уже высаживаться американские морские пехотинцы. Там несколько кораблей зашли, 6, что ли. Ну, да, в Черном море. То есть они должны были бы уже сейчас здесь, как они... А, так американцы не стояли за этим, да? А кто же за этим стоял? Ну, конечно же, Россия. Тобто, есть достаточно количество средств вважать, что Россия безусловно причетна до распаливания этого конфликта и четко играет на определенной стороне. А, вот на Майдане, то есть это виноват даже не Янукович, а Путин. Но я хочу символично показать, что мы знаем, кто винен в этой ситуации. Не Виктор Федорович Янукович только, не Арсений Петрович Ценюк и не керевник правосектору. Тобто, а конкретная людина, которая называется Володимир Владимирович Путин. Эта людина на это ответственность, в том числе, за то, что находится в Украине. Именно из России произошло насилие на Майдане. Мне как это другой человек говорит. Позиция России сопротивляет насильству в Украине. Они никаким образом официально не звинуватили Россию в потакании насильства в Украине, в поставлении сюда спецзасобов и всего прочего. То есть ничего такого не произошло. Но, как Россия хорошая, в лучшем случае, что произошло, это будет плохой Янукович. То есть, что они могут сделать? Они, фактически, спорно подставляют украинскую владу и говорят, смотрите, это они были плохие. А то, что за ними стоял Путин, все промовчают. Более того, Россия проиграла. Проиграла на Майдане. Не Америка выиграла, а Россия проиграла. Стоп, так Америки вроде даже и не было. Или была? Да, безусловно. И опять же, привет ФСБ и всем, кто информировал Владимиру Немировича на соответствующий счет. Конечно, они проиграли на Майдане. Тотально. То есть, жесточайшая ставка на Януковича. Откровидные, очевидные, прям публичные призывы. Не быть тряпками, раздавить, разогнать и так далее. Когда все это рухнуло... А вот вчера говорил, что я, в отличие от вас, там был. Я знаю. Ну, то есть, я знаю, что Америка стояла за этим. Значит, я... Это очередная страшилка, да, из той же теории заговора. Слушайте, ну я, в отличие от вас, там, был. Я общался с Ахтером, я знаю. А вот раздвоение... Россия должна ответить за события на Майдане. Россия має за это ответить. Еще раз скажу. На сегодняшний день, будь-який международник має чітко и зрозумело сказать. Правина за кров на улицах людей на руках людей в Москве. За кров на улицах людей в Киеве. То есть, даже не Янукович. Нет, не Янукович. Янукович просто исполнитель воли Кремля. Ну, снайпер Янукович. Вы же слышали, да? Мы до снайперов тоже дойдем. Потому что украинская влада в всей ситуации выконавець и переконанный о воле Кремля. Америка везде лезет своим носом. Это вчера было. Но если мы говорим о мировой политике, то не видит очевидного, что американцы пытаются доминировать. Лезут везде, где их не спрашивают. А вот это не вчера. Ну все, американцы придут оккупировать Россию. Ну это же смешно. Им нужна Чукотка эта несчастная. Действительно смешно. Но порассуждать о флаге на Кремле всегда пожалуйста. Правда, это не вчера, потому что скоро выборы. И поэтому надо быть красивым для определенной части электората потенциального, да? Там надпоручик украинской армии, нагородженный Золотым Христом звитяги, за то, что поднял жовто-синю фану над спасской вежой московского Кремля. Не читали? Прекрасный был. Не, когда Сагайдаш не доходил до Москвы, но не взял. Ну да. Да. Ну не захватил Москву, но еще все впереди. А вот вчера, совсем другая риторика. Американцы это единственная страна, которая единственная имеет наглость открыто декларировать, что они имеют право устанавливать нормы и ограничения для третьих стран. И у них есть дело до Северного потока, который немецко-российский проект. Им есть дело до ситуации. Им это экономическая мощь позволяет. Вот такое, американцы лезут в российско-немецкий проект. А кто такие вообще россияне? Что такое вообще Россия? Американцы смотрят и говорят, да елки-палки, меньше 2% мирового ВВП. Чего это мы должны где-то уступать этой стране, понимаете? С падающей демографией и так далее. Точно так же они могут make America great again. То есть, какой стати мы и так, как бы они считают, много где уступили. Докатились уже до того, что они вмешиваются в наши выборы. Ну, я думаю, надо сказать прямо. Страна-бензоколонка. Да? Ядерная бензоколонка. Вот все. Понимаете, больше у вас ничего нет. Все, что вы можете нам предложить, это угрожать нас ядерным уничтожением. Ну, сейчас он такого, конечно, не скажет. Наверное, в списках партии какой-то увидим. И про партию мы сейчас тоже поговорим. А тут как раз-таки про снайперов Майдана. Так кто же расстрелял людей на Майдане? Ну, а вы спросите у своих друзей, с которыми я общаюсь, кто расстрелял людей на Майдане? Где результаты расследования расстрела людей на Майдане за 4 года? Кто расстрелял людей на Майдане? Подожди. Еще в 2014 году он знал четко, кто расстрелял. Беркут? То есть, что они видят кадры, что солдаты Беркута стреляют из автоматов людей, оно уже, ну, знаете, как бы, когда там все же... Там я сегодня на Майдане видел десятки европейских святовых журналистов. То есть, ну, уже далее, правда, не могу дойти. Ну, все, правду не скрыть. Все. Разумеете, потому что люди бачат, что в них стреляют, а люди бачат, что... И не просто стреляют, да, люди бачат, что повернутись до мирной акции протеста. Ну, сегодня это просто идиотизм. Кроме того, еще совсем недавно можно было нагнетать идиотизм и, разговаривая с чиновником из Литвы, рассказывать вот это вот, что Россия не остановится, она же будет захватывать страны Балтики. То есть ли в целом в странах Балтии понимание того, что реализуемость сегодня в Крыму сценарий, может быть, точно так же реализован в отношении Латвии, Литвы и Эстонии? Потому что уже сейчас в российских политических и экспертных кругах говорят, что русские общины в Балтии заслуживают защиты не меньше, если не больше, на самом деле, чем российская община в Крыму. Слушайте, а что же делать с ней, а? Что делать с Россией? Как ее остановить? Ну, военным путем, скорее всего. Продолжая наш эфир, все-таки непонятен вопрос, когда и где Россия остановится? Где это будет? Это будет Херсон, это будет Киев, это будет Харьков? Я верю в то, что Россия может остановиться только тогда, когда они поймут, что это не прогулка, а это война. Потому что на самом деле российское общество в полноценной войне не гордково. Это очень важно. То есть, вжарить все-таки по ним. Войнушка. Контрактники, служившие в Крыму, допустим, по каким-то причинам, что у них семьи, потому что они местные, отказывались выполнять приказ Киева о защите своих баз. Допустим, это надо разбираться, отдельная история. Но неужели не нашлось там, грубо говоря, отряда 10-20 человек спецназа, которые бы смогли задержать эти платформы? Насколько я понимаю, их просто бросили. О да. Отряд спецназа смог бы отбить те самые вышки Бойко, перестреляв, как я понимаю, российских каких-то военнослужащих. К чему бы это привело? Впрочем, тогда его это не интересовало. Мы не боимся, грубо говоря, вступать в боевые действия с российскими войсками на Донбассе. Некоторые призывают вообще там, давайте продолжим, и так далее. И боимся элементарную какую-то ситуацию создать дополнительное, если мы уже в конфликте с Россией, создать дополнительное для них напряжение, там, где абсолютно их позиции слабы, и где никакая международная сторона не признает их право на действие на этой территории. То есть, я еще тогда, помню, предлагал, давайте нашими кораблями, а я с иностранцами, с нашими дипломатами говорим, начнем, организуем снабжение наших частей, осажденных там, в Севастополе и так далее. То есть, создать напряжение в Крыму. В Крыму. Он чуть позже изменит свою риторику. Но, впрочем, такого рода люди меняют свою риторику очень часто. Мы, как государство, члены ООН, как действительно партнер НАТО, особый партнер НАТО и так далее, имеем право обратиться напрямую, и что уже произошло, очень четко, правильно сформулировано, защищать всеми доступными возможными методами. Которые, то есть, соответственно, вплоть до посылы, отправки к нам вооружений, войск, поддержки нас в боевых действиях против России и так далее. То есть, никакого другого метода нет. Поставки вооружений, да. Поставки вооружений, то есть, все-таки, жахнуть по российской армии. Или не жахнуть? Потому что, по стучке зрения военного, чисто военных рассуждений, давно надо было начинать бить по базам на российской территории, в приграничной зоне, по каналам, но все понимают, что это такое. Это большая война. Поэтому, в принципе, все рассуждения, дайте нам оружие, ущербны. Но, когда раздвоение, то ты по-разному можешь относиться к военному сопротивлению. Путин сам себе придумал, у него есть курс, и он будет идти этим до конца. Насколько, настолько, пока он не увидит, что впереди действительно или Украина начнет серьезно сопротивляться, или Запад скажет, что ему будет воевать. Вот так вот. А то Путин до Киева дойдет. А потом раз уже и не дойдет. И уже о войне мы не говорим. Если, не дай бог, случится так, что мы столкнемся с полномасштабной войной с Российской Федерацией, с применением России всего спектра средств поражения, которые у них есть в распоряжении, то явно это не будет танковое наступление в стиле, не знаю, 41-го года. И то оно прикрывалось в воздух. Просто, знаете, вот так вот от ветра. Но вообще, короче, надо, конечно, что решать, потому что Россия завтра, опять что-то не понравится, опять нападет. Так завтра им не понравится, какой мы бюджет приняли, познезавтра какой мы еще закон на языках приняли, еще что-то. Каждый раз будут приходить российские войска. О чем вообще можно говорить? Это страна, ставшая однозначно на путь агрессии. Все, что говорил Чуркин, это наглая ложь. Представители фашистской Германии тоже в Лиге нации отдавали какие-то пояснения. Это не значит, что кто-то их должен слушать. Но самое в этом все интересное, что никаких проблем с русскоязычным населением нет и не было. Да. И самое, что плохое, что Запад ведется на разговор о проблемах с русским меньшинством. У нас есть эта проблема? Нет. Не надо убеждать Запада в том, что вообще говорить сегодня не о чем. Потому что ситуация в Крыму была мирной и стабильной, пока туда не вторглись россияне. Интересная история. До того, как политолог Волошин стал приверженцем таких достаточно оппозиционных к нынешней власти взглядов, он был активистом Майдана. А еще до этого он работал на того самого Януковича. На Януковича он работал в МИДе. И произошла некая ситуация. В 2012 году произошла история. МИД Би-Би-Си должен извиниться перед украинцами за сюжет о расизме. Дело в том, что Би-Би-Си тогда сняли документалочку о расизме среди украинских болельщиков. То есть, про ультрас. Компания Би-Би-Си предоставила фильм о расизме среди украинских футбольных болельщиков. И вот тогда ярый защитник той власти, ныне оппозиционер, а до этого активист Майдана Волошин, заявлял, что Би-Би-Си должны вообще извиниться за это. Вот так вот. Все было хорошо. А потом я напомню, ведь вот этот вот расизм-то ведь он не появился за один день. Правильно? Он в 2012 вполне себе был. Но тогда Волошин говорил, что его нет. По уровню расизма, большая часть России Европейского Союза далеко попереду Украины. Это абсолютный факт. У нас на улицах не происходит международные отношения. У нас не происходит то, что происходило несколько лет назад, скажем, в Париже, когда ситуация была очень похожа на гражданскую войну. У нас не происходит то, что происходило в самом Лондоне буквально минулого года. А что сейчас говорит? Олег Волошин. Русофобия, антисемитизм и ненависть к цыганам. Классический набор украинских националистов. Нацики неожиданно взяли на вооружение антисемитские лозунги. Русофобия. Причем это Сойкина, тара-тата. Антисемитизм и ненависть к цыганам. Удивляет другое. Как некоторые, вроде умные политики евреи, так долго шли на союз с этими ура-патриотами. Вы что, думали, что воинственный национализм рано или поздно не свалится до уровня восхваления Гитлера? И вражды к евреям или наивность, или глупость. Да, не могу понять этих евреев, которые этого не видели. Или наивность, или глупость, или подлость. Тоже некому человеку, у которого отец евреев. Знаете, больно. Потому что потом, вроде бы как, стал что-то замечать. Вроде есть какое-то вот все-таки ущемление. Или нет. А вот здесь заставить, грубо говоря, соседа завтра перейти на украинский язык. Или порадоваться тому, что вчера ты, вроде как, чувствовал себя чем-то ущемленным. А сегодня он чувствует себя ущемленным. Вчера ты ходил, искал фильмы с украинским озвучкой. А теперь уже все твои знакомые, которые на других позициях, жалуются, что нет фильмов с русской озвучкой. Вчера ты жаловался на изобилие русской музыки на радио. А теперь наоборот. То есть, вот это ощущение некого какого-то реванша. Я вижу тогда среди своих знакомых. А тогда не понимал, кого могут притеснять люди, которые придут к власти. Не понимал. Есть прецеденты. Если Соединенные Штаты, хотя очевидно, что, например, Асад, это не просто тиран. Это человек, за которым стоит целая сообщество. Это ловиты, это христиане, это друзья, которые боятся, что в результате победы оппозиции их вырежут. Кого могут, извините, вбить, вырежать, или даже порушить в правах в случае победы сегодняшней оппозиции? Да. Тогдашняя оппозиция победила. Победил Майдан. И видите, никого в результате не начали притеснять. Ну, Путин вообще сам себя в угол загнал. Чемпионата мира не будет. Путин для себя все решил. То есть у него пути назад нет. Он уже понимает, что паралимпийские игры, которые должны сейчас начаться, они сорваны. Саммит Большой Восьмерки, в любом случае, сорван. Руку ему никто уже нормально не подал. Чемпионат по футболу 2018 года. Чемпионат по футболу, скорее всего, тоже. Но руку Путину не подадут, то ладно. А за чемпионат мира обидно очень. Волошин, России повезло. Это лучший чемпионат в истории футбола. Так звезды сошли, что по организации, по качеству игры, по интриге, по сенсационности, это один из лучших чемпионатов. На моей памяти это точно лучший чемпионат. Я лучше не видел. Но вот так России повезло, что на ее территории проходит чемпионат, который войдет в историю футбола, как один из самых ярких, самых отчаянных, где до последнего борются, до последней секунды, где вылетают великие сборные, где побеждают тра-та-та. Но это когда выгодно стало говорить вот так, то тогда можно говорить вот так. Более того. А украинский политолог, бывший сотрудник МИД Украины Олег Волошин заметил, у псевдопатриотов еще не раз будет на улице траур, потому что настоящий патриот радуется успехам своей страны, а не ждет неудач чужой. А так, великая штука футбола, непредсказуемо прекрасная. Ура! Да, действительно, ура! Поговорим об асоциации. Когда он был во власти, то есть когда он подмахивал Януковичу, то асоциация-то была наше все. А почему не подписывается угода? Вот наша оппозиция, она прямо каже, она не закликает вводить санкции, она закликает не подписываться угоду. Я прямо говорю, что вам заважает бороться с этой владой в среде страны, або будь-де, но главное, не заважать подписывать угоду, которая нужна не владе, нужна всем. Ну, тогда асоциация была нужна всем. Ну, а потом, немножко риторика изменилась, надо было честно сказать, что она, в принципе, ни о чем. То есть можно было честно сказать, что сегодняшняя риторикация нам приблизительно 80% угода, но все же таки еще не вся угода, потому что, скажем, о вопросе европейской перспективы, про которую не только говорит президент, это прямая вимога украинского суспільства, понимание того, что Европейский Союз гарантует, но подкресливает, что в будущем Украина матимет, с условием выполнения каких-то критерий, матимет шанс на членство в Европейском Союзе. Это вопрос еще на порядке днем, оно дискутуется. Ну, а потом, когда уже можно было рассказать, что это на самом деле, когда уже не у должности. Для Евросоюза это соглашение не несет никаких минусов, одни плюсы. Они открыли для себя украинский рынок, фактически очень мало открыли свой рынок, это нам, это в экономической части соглашения, а не мне... Не-не, а вчера вроде оно нужно было всем. Вчерашний документ подтвердил все то, что и так эксперты знали, но просто теперь это четко и ясно объявлено, знаете, там последнему там в Уйхе в Коломее объяснили, что старик, никакого членства в ней завтра не будет, никакого доступа к фондам Евросоюза на реализацию этого соглашения не будет, никакого... Подождите, Олег, вы все это знали, будучи чиновником Януковича? Любой дипломат знал, что это так и есть. В этом соглашении этого ничего не было. То есть люди выходили на Майдан, по сути, за право условного мединвеста упрощенно поставлять сталь, или там говорили с ним курчат, упрощенно поставлять курятину на рыноке. Серьезно, да? Это прямая задача украинского сообщества, понимание того, что Европейский Союз гарантует, но подкресливает, что в будущем Украина матимет, за условием каких-то критерий, матимет шанс на членство Европейского Союза. А вчера оно нужно было всем. Но главное, не заважать подписать угоду, которая нужна не владе, нужна всем. Охо-хо, хоть Россия и тупеет с каждым днем, нам от этого не легче. Это опять рассуждение о Крыме. Уже в другое время. Да, то Россия поступово иде таким шляхом перетворения на краину мракобесов и каких-то, знаете, консервативных идиотов, но нам от этого не легче. И он-то тогда мечтал, что Украина военным путем будет сопротивляться анексии Крыма. Знаете, с привода американской военной прямой допомоги. Я, когда только начинала вся история в Крыму, я еще щиру верю в течение наивно, что мы Крыму не сдамо, что будет команда нашим военным подразделом защищать хотя бы военные части, что корабли будут выведены, а не злочинно сданы россиянам, как они были сданы. Слушайте, ну это все хорошо, но с Донбасом же надо будет налаживать как-то отношения. Кто наладит? Новые политические силы, некие. И то, что сегодня делает Порошенко, это очень разумно. Он хочет показать, что там есть другие люди, с которыми можно договариваться. Меры, законы обранные меры мест, работники бизнеса, какие-то громадские действия, с которыми можно договариваться. То есть, если появятся сейчас новые партии на месте партии регионов... Видите, какой мудрый Порошенко. Молодец Порошенко, но что же это за новые силы партии, которые должны появиться? Я сейчас вам покажу одну. То там, сейчас там, створю Миршниченко-Ларий новый проект, будет что-то створювать Тетя Гибко, будет кто-то другой. То с ними можно вести диалог, потому что они вбудованы в великую украинскую политическую систему. А вот партия Левочкина называется «Партия развития Украины». Создал ее Мирошниченко и Ларин. Да-да-да, а кто же в партии состоит? Волошин Олег Анатольевич. Для меня Украина родная земля. Я пошел в политику, потому что имею знания, видения того. Но они пролетели мимо выборов. И с сентября 2014 года ни ответа, ни привет. Я иду в политику для того, чтобы не получилось, ну и насрать. Все, проект закрыли, выбросили на помойку. Скоро создадут новый проект. И там опять появятся люди с горящими глазами, которые будут говорить, я пришел в политику для того, чтобы для того... Помню прекрасно, как мы все тогда на митинге 1 декабря, помню, когда Змин Чубаров тоже выступал среди прочих. И насколько была важна психологически для нас поддержка крымских татар. Но при этом мы понимали, что на той стороне, Грушевскую и так далее, стоит в том числе Севастопольский Беркут, стоит в том числе Крымский Беркут. И когда тут кричали радикалы, там Майдановцы наиболее радикальные, ликвидировать Беркут, наказать никто не думал о последствиях. Что люди с оружием, люди тренированы, люди обижены, потому что они верили, что они правильно, что они там конституционный порядок защищают, что они защищают государство. Тупые, тупые эти сотрудники Беркута. Сейчас он почему-то такого не говорит. Я не знаю почему. Не знаю, что-то изменилось вроде бы как. А видите, сотрудники Беркута думали, что они конституционный порядок защищают. А кто государство вообще тогда разрушил? То есть в Украине... Потому что мы в том числе и боролись с этим государством. Мы боролись с милицией на Майдане, мы боролись с судами на Майдане. Мы сами добивались полной... Я помню призыва. Давайте сделаем государство дисфункциональным. Ну получилось, можно сказать. Что там по аннексии Крыма? Что с Крымом делать? Ну, с аннексией Крыма надо не то, чтобы согласиться, но как минимум сделать все, чтобы сами крымчане захотели вернуться в Украину. Это уже с точки зрения демократии. Ну невозможно пытаться вернуть территорию. Извините, это не кусок колбасы. В конце концов там живут какие-то люди. Так это что-то посыл к тому, что какой-то выбор людей, что ли, был? Или что? Я не могу понять. Что-то темнит. Нет. Войска ввели и все. Какие люди? Причем люди? Есть наш внутренний вопрос. Авторитарный режим Янукович, который был свергнут в результате революции, последних событий. И вдруг, ну вот, грубо говоря, коротко так, украинцы свергли авторитарного, вороватого, очевидно, правителя, хотели начать целую серию реформ, направленных на модернизацию, борьбу с коррупцией и так далее. По крайней мере, эти реформы были задекларированы, есть ожидания. И в ответ получили вот войск. Вот такая вот ситуация. Но потом вот так вот ветер подул, и вдруг начинаем говорить о честном референдуме в Крыму. А как доходит до референдума, честного референдума в Крыму, все нет-нет-нет, только вся Украина. Я, честно говоря, извините, вы можете меня считать не патриотом, но я не считаю какого черта. Жители Коломы должны решать за жителей Севастополя, в каком государстве ему жить. О, вижу, вижу уже аплодисмент. Аплодисменты от жителей Крыма. Аплодисменты. И на каких условиях? То есть это абсолютно не демократично и неправильно. А коль скоро у нас действительно такая сложная страна. Но не решали жители Лондона за шотландцев, где им находиться. Вот так вот даже. А, вот так вот если. То, что мы видим сегодня в Крыму, это просто маленькая иллюстрация того ужаса несвободы, который есть в самой России. А можно и по-другому. Знаете, что типа, ну, никаких особых нарушений прав человека нет вроде. И я не слышал, что там кто-то, кроме крымских татар, которых реально притесняют, и какой-то части действительно реальных патриотов Украины, но их не так много, чтобы там кто-то сильно страдал от того, что он оказался под властью России. Поэтому, ну, как-то странно освобождать территорию, жители которой не хотят быть освобождены. Нарушений прав человека нет, но в другое время предлагалось вот это. Ну, как минимум, давайте проведем в Киеве, а лучше в Херсоне, поближе к границе, большую конференцию по проблеме нарушения прав человека в Крыму, например, да, с участием Турции, Судовской Аравии, Славский Фонд. И вообще, знаете, для чего был Майдан? В целом, мы должны прекрасно понимать, и, да, чем было правдно, опять же, если возвращаться к Майдану, потому что был риск, что вся Украина станет вот такой вот Россией. Слава Богу, этого не случилось. А завтра подуют новые ветры, и вот так вот развернется. Знаете, есть такие штучки, на крышах стоят вот такие. Вы знаете, да, название? Я что-то подзабыл. А группа людей будет ходить и думать, что это все по-настоящему. И такие люди потом могут пройти на выборах даже в парламент или куда-то в местные органы власти. Люди, думайте головой. Всем спасибо за внимание. Пока. Подписывайся, чтобы ничего не пропустить и быть умнее. Продолжение следует...